Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Нужно ли ему наверх вообще Вот этим пытаться ворваться Смотрите здесь три королевы Плетка Он, конечно, всего этого не видит Но я думаю он должен предположить, что здесь такая фигня И куда вот он сейчас OlympiaTorzok Куда ты заходишь, Армания?! Армашка, куда ты пошел-то? Зашел Отдался нелепо как-то Может быть, сейчас микобэйна на мейн попытаться проскочить как-то ? Ну, как проскочишь Здесь и королевы здесь и линги Даже, если получилось бы всеми лингами проскочить мимо Беллинга если бы он не взорвался бы то слишком большого дэмэджа не получилось бы нанести. Хорош бэллинг Армани взрывает. Линга в 6 и лейзер. Ну и лейзера все хорошо, у него больше рабочих, у него все больше сейчас. Так, одним лингом убил бэллинга оппонента. Очень хорошо сейчас Армани. 25-20 по рабам, не то что прям катастрофа, но все равно и лейзера больше. На 5 стабильно рабочих, но сейчас Армани сократится, кстати, оставание здесь 4-2 заказано, то есть где-то 2-3 рабочих будет разница, а это уже несущественно, учитывая, что лейера ни там, ни там нет, по технологиям более-менее одинаковая ситуация сейчас получается у игроков. Так, здесь и лейзер встретил Армани, ставит золото, у Армани уже рабочих, кстати, больше стал, а второй газ добавляется. Роуч у урона не вижу, лейеров никаких не вижу. Что собирается делать этот игрок, пока сам не понимаю, если честно. Лейзер очень много рабочих строит, 8 сейчас было заказано, но все равно ситуация по рабам близка очень была. Так, здесь и лейзер заходит, Армани встречает, бейлингами нужно попытаться поймать, но бейлинги где-то сзади, это здесь задержка, скорее всего, решает. Так, на мэне соприкосновение какое-то забревает, кстати, забревает здесь лейзер всех лингов Армани. Бейлингами не получается нормально отбиться, но нахрен сейчас пользуется лейзер тем, что задержка у оппонента, ну а почему бы не пользоваться, ведь этим пользуются, точнее и без задержки такие вещи игроки могут делать, потому что бейлингами тяжело взорвать именно лингов, а здесь еще и Армани тяжело в какое-то конкретное место привезти. Так, повторение первой игры здесь было, и я что-то пока не наблюдаю. Может, в какой-то момент так и могло показаться, но тут даже роучей никто не сказал. Да, там в первой игре Минато просто запушил роучами, вышел с реводжерами. Так, Армани находится рядом с лейзером, сам ставит золото, гораздо более позднее, между прочим, чем у лейзера. В итоге у лейзера преимущество двадцаточка уже по лимиту. Да, у Армани лейер пораньше, вот единственный плюс. По рабам одинаково, но здесь-то уже добывается золото давным-давно, и у лейзера добыча выше, несмотря на одинаковое количество рабочих абсолютно. Невка, привет! Всем привет, ребят, кто недавно подошел. Следующим играет Хэппи против Фаеркейка, так что зовите всех сюда, будет жарко. Дальше у нас будет Титан против Култи. Если все кончится раньше семи, тогда посмотрим кэтсовский турнир немножечко до Нейшн Воров, но я не знаю, сколько здесь у нас игры будет длиться, потому что хоть ЗВЗ быстро, а остальные пары сколько играть будут, и АХЗ даже. Ну, ПВП я не думаю, что долгое Култи Титан будет. А вот Хэппи Фаеркейк тоже хороший вопрос. Так, заходит Армани минус плетка, 4 дрона еще подбревает. Ну, конечно, таким количеством бэллингов он явно побольше хотел бы рабочих сбрить, но побольше не получилось. Сам золото не добывает при этом всем. Мух есть, но здесь тоже мух делается, и здесь-то уже реведжеров достаточно много. Хороший лейзер тут оверов Армани собирает, просто на ура. Сейчас соплай блок, что Армани вводит. Просто четко. 4 реведжера, все, ждешь КД, а больше 4-х поначалу и не надо. Еще 8 дронов взрывает Армани и лейзеру, но по боевому лимиту печаль, оверов очень много погибло. И что делать-то теперь? Как отбиваться в лоб? Непонятно. 57-89 по лимиту, плюс 1, кстати, у Армани будет раньше на 10 секунд примерно, чем у лейзера, но 10 секунд это так несущественно, я бы сказал. Плюс здесь еще и реведжеров больше, а это уже совсем нехорошо для корейского зерга. По рабам его больше, правда, то есть время на него работает абсолютно точно. Касты реведжеров идут, умудряется Армани убежать от кастов. Все очень грамотно. И кланится от всего очень грамотно, но лейзера тупо больше, он продолжает прессовать Армани. Вот он выходит, сейчас Армани фаербулы на дронов падают, и все-таки лейзер не упускает эту игру ГГ печет Армани. Вторая карта должна быть сейчас создана мной, естественно, должна быть, и я ее создам. Так, вторая карта Лерри Лак. Где у нас Лерри Лак? Создаю игру. Если делаете на кипбете ставочки через кнопку, пожалуйста, через ссылку, я уже много раз говорил, на SK2TV в описании ссылочка, на Гудгейме черная кнопочка с этой же ссылочкой реферальной. Реферальной Мэджика зову. 1-1 ставлю. Всех игроков запиливаю куда надо. Ждем Мэджика. Спрашиваю, ли готовы игроки. Пока ответ не вижу. Лейзер готов. Армани. Поехали. Желаю всем удачи. Снут против Пулта идет. Сейчас в сети ведет. Снут 1-0. Очень интересно. Прямо у Пулта ТВЗ, видимо, слабенькая. Ну, что поделаешь. Я вас всех приветствую, ребят. Запилил на, по просьбам трудящихся, 60 фпс в качестве стрима. Волант СПБ. Я не знаю. Я знаю, что Кулер Мастер. Корпус. А что именно за Кулер Мастер? Я без понятия. Так. Продакшн ставим. 1-0. Лейзер повел. Армани через отмену газов играет. Вот. Мышка G100. Колонки Microlab. Microlab Solo 2. Да, абсолютно точно. Давным-давно за 2,500 купленная. Не знаю, сколько сейчас вообще это все дело стоит. Это было очень давно. Я колонки хотел давным-давно и давным-давно их купил. Да нет, дело не в том, что самое вкусное даже мы напоследок оставили. Хотя я говорил, что надо напоследок самое вкусненькое оставить. А то какое ЗВЗ. Но по плану Армани и Лейзер было первым. Пусть и корейцам. На корейцам время они очень удобные. Блай против Минато тоже хотели пораньше. Но, собственно, 2 ЗВЗ должны были первым идти. Только в другом немножко порядке. Не как сейчас. А так все абсолютно так же должно было быть. Ну, я думал, Хэппи вообще на десерт оставить. На последнее. Оно там что-то Титан Скулти. Какой-то тупеж непонятный. Бейлинг Нест, Армани. Здесь тоже Бейлинг Нест. Мув гораздо раньше у Лейзера будет. Но он с одной базы играет и копит Лингов, как вы видите. Армани заходит, будет проверять. У Армани может быть и будет больше продакшен сейчас. Так, а Линги и Лейзер такой... Ой, Армани сейчас... Вот он. Видит, наконец-то, и Лейзеровские Линги побежали. Они с Мувом, между прочим, развернись и поделись двумя. Два на два. Но поздно. Те уже набили Лингов маленечко, когда те начали драться в итоге. И Лейзер врасплох. Армани застает. Как в прошлой игре, Армани пытался и Лейзера застать. Но у него не так хорошо получилось тогда, как у Лейзера. А у Лейзера вообще все замечательно сейчас получается. Посмотрите, минус обе королевы. Врыв на мейн пошел. В Армани тут пару бейнов морфит. И Лейзер своими пытается зайти. Залез в рабочих. Армани в итоге все окружил, убил. Линги есть. Но у Лейзера есть бейлинги, Армани. Просто что ты делаешь? Я не знаю. Но это не задержка. Я не знаю. А что задержка-то? На бейлингов всеми Лингами напасть. Задержка тут ни при чем. ГГ пишет. Армани, конечно, это абсолютно очевидный ГГ. И нам нужна следующая игра. А что у нас за карта следующая? Сейчас я посмотрю. Третья. Тауэр. Сумеречные башни у нас. Создаю. Так, Лейзер Расу не ставят. Это будет рей, ё-моё. Ничего страшного. Выходит и Лейзер. Сейчас рез, а сдам просто и всё нормально будет. Ничего страшного. Бывает такое. Небольшая передышечка нам. Так. 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 Так Мэджика вниз Армани наверх Поехали 2-0 лейзер ведет Так Бо 5-2-0 И каждая игра может быть последней Армани Газ пул ставит Ну очень ранний Он вообще рабочих одного только построил Пока То есть это явная агрессия будет Моя очевидная Субтитры делал Dima Ну что Лейзер ката Газ пул Ой какой поздний пул Здесь уже и линги строятся Уже мув пошел То есть это самый сверх ранний Беллинг баст Ну ЗВЗ Вот да Такое стало теперь ЗВЗ И это очень круто Потому что В первом Старкрафте Средний тайминг ЗВЗ был Учитывая что там Четырьмя рабочими появлялись Ну там другая экономика была Ну не с 12 Как бы это Сопоставимый с шестью Было в ходе В воле Вот Учитывая все эти факторы ЗВЗ минут Ну 10 наверное Средний Да меньше даже Я думаю минут 8 Средняя была где-то ЗВЗ Редко за 10 Переваливало То есть 12 Это уже такое долгое было А 15-20 Это там уже По 200 лимитам Утки летали И Лейзер прекрасно видит Как Армани лингами Своими пробегает Ставит Беллинг Нест Посмотрите Овер так поставил И Лейзер что заметил Забегание лингами Ну что нужно Беллингов сейчас будет делать Армани Он забегает наверх Здесь плёточка На всякий случай Лейзером пилится Вы видите Так Линги готовы Ну 4 в 6 Тут смысла Ну хотя для Лейзера Смысла нет Для Армани Очень большой смысл Подраться сейчас Беллингов нужно Прям где-то здесь Запиливать Армани на вторую базу Заходят Где Беллинги Я чуть не понимаю Беллинг Нест Готов дружок Вот смотрю я На Зергов Я всё конечно понимаю На таких Ну нахрена так далеко Беллингов то пилить Почему вот этими Шестью первыми лингами На Мэнни Куда-то вот сюда Не оббежать было Чтоб тяжело окружить было И не запилить Беллингов Они бы пришли бы Уже раньше бы сюда Чем сейчас они появились Так Армани пытается Зайти в рабочих Хорошие взрывы пошли Но Элейзер Отбивается Армани да Больше рабочих Но Шесть дронов Убить Этого абсолютно Недостаточно Недостаточно для него А здесь уже есть Беллинги Правда Линги без мула И это не очень хорошо Одного Беллинга И Лейзер Сейчас нелепенько Потерял как-то Но хата-то здесь нет Экономика слабейшая И нужно в хату Переходить Что Армани Сейчас пытается Сделать Кстати говоря Пытается Королеву убить Так Беллинг один Не дает этого сделать Не было бы этого Беллинга Можно было что-то Попытаться сделать Ну что Красная Красная королева Сзади На инъекциях Вообще королев нет Это вот Ошибка Лейзера Между прочим Что на инъекциях Королев нет Плетка перекапывается Армани Тут что-то Линга подает Он хотел информацию Видимо какую-то получить А как без инъекций Сейчас живет Я что-то не понимаю Лейзер Армани Сейчас может Нагнать его По количеству рабочих Просто изи Если тут Если Лейзер Сейчас инъекции делает Вот только он Королеву возвращает Королеву И две инъекции Сделает Оверы строятся Ресурсов много Соплай блок Личинок Не очень-то хватает Плетка вниз Потому что Третий хат Судя по всему Сейчас будет От лейзера Запилена У Армани Рабочих Столько же стало Но хата Еще не готова Но скоро уже будет готова Единственную По таймингу Третью Он отстает Добыча Сейчас несколько выше У лейзера Потому что У него на двух хатах Рабочие добывают Всегда эффективнее Здесь 4 ближних минерала Таскаются Конечно Но Армани Тоже переводит На вторую Сейчас у него Скорость добычи Увеличится Но и лейзер До заказа делает Рабочих И вперед Постоянно выходит Хотя ситуация По экономике Честно сказать Близка очень Рабочие на переходе Были Сейчас Естественно Сейчас по Приросту минералов Проседает Армани Это можно посмотреть Было Вот сейчас Вот он проседал Но вот Сразу добыча началась И она сравнялась Буквально С и лейзеровской Здесь овера Армани гоняет Убить не получится И лейзер видит Что лейер Сейчас делает Армани Ну лейер Это значит Либо мука Либо что-то подобное Будет Здесь лейер Не спешит И лейзер делать А зачем А зачем ему Так Куда я убежал Я никуда не убежал Ребят Все в порядке Следующая игра Будет Хэппи Против Фаеркейка Напомню вам Нужно Паше Сказать Чтобы он Попросил их Почеркать Но еще страшного Мы не спешим Что-то даже Даже раньше Графика Как-то все проходит У меня такое ощущение Складывается Хотя еще Это Бу-5 И еще 2 Бу-5 А ведь 19.00 Сегодня Нейшн Воров Поначалу Так что Хз Ребятки Хз Так И лейзер Приходит К Армани Сейчас может Зарвать Он Ой как Рабочий В какую Кучу свел Что ж ты творишь Как так Опас То есть Три всего Потерял Специально В стэк Привел Чтобы Беллинг Посмотрите Сколько Дэмэджи Он нанес Колоссальное Количество Проседает Сразу же Армани Три Четыре Сорок Шесть Парабам Третьей Хаты Нету И пока Вообще Не делает Будет Сейчас Нидус Но Здесь Тоже Не мутка Здесь Тоже Роучи И тоже Мув Что самое Интересное А у Армани Есть Мув Нету Армани Мув Нифига Он Семь Роучи Сейчас Троит Но по Боевому Лимиту Кстати Армани Не сильно Отстает От Лейзера Заключается Можно Вот сюда Попытаться На мейн Заклилить Кстати Здесь Небольшая Мертвая Зона Есть Не факт Что Элейзер Хотя Если Будет Видно На карте Элейзер Тоже Заметит Армани Прям В наглую Под Элейзер Нидус Делает Сейчас Роучи Реводжеры Приходят Сюда Королева Приходит Удастся Фокуснуть За раз Я Очень Сомневаюсь Что Удастся За раз Фокуснуть За зал Это Ни о чем Очень Долго Высаживал Своих Королев Сейчас Армани Одна Вышла Сразу Отдалась Если Вторая Неудачная Попытка Это ГГ Я Думаю Что И так ГГ Потому что 15-16 По ровщам По королевам Тоже Элейзера Больше И всего Один Вообще За зал ГГ Печет Армани Просто Полный Провал Изи Изи Элейзер 3-0 Элейзер Может быть Свободен Армани Тоже Спасибо ему За участие В нашей Лиге Но Элейзер Сегодня Сильнее Оказался Может быть Это Пинг Может быть Это Скил Может быть Что-то Еще Это Уже Не Мне Решать Не Мне Гадать Так Армани Уже Ушел Не Успел Я Написать Ну Да Ладно Хэппи Здесь Отписываю Хэппи Сейчас я посмотрю Firekey Где-то Был Тут В Друзья Так Ну Что Ребят Хэппи Против Firekey Я думаю Для многих Из вас Самое Ожидаемое Самое Ожидаемое На сегодня Матч Титан Кул Ти Конечно Крутое Пвп Но Хэппи Firekey Это Еще Реванш За Дримхак И Император Которого Которого Все Любят Посмотреть Против Очень Крутого Зерга Ожидаемое Крутой Ожидаемое так зерк просит топ его заинвайт или мне не жалко конечно заинвайт им чуть не проблема так прошу зерга на канал зайти естественно все-таки титан зергами что заставим титана зергами играть поэтому я думаю это будет стремное зрелище пользователь сплини активировал премиум на ваш канал сплини спасибо те ребят подписывайтесь на премиум и отключайте а блоки поддерживать мой канал про реквизит написание через плеер турнир поддерживайте естественно сейчас начнется с хэппич у нас не знаю закончить ли он свое выступление на этом на турнире или дальше про пройдет хороший вопрос так я часть награда же хрен снайд туристу первый черкает fire kick наверно 1 черкает он выше по сетке короче хэппи сам знает лучше чем я правила чем наш турнир хэппич курсе что черкает верхний сид но я так и предполагал вот начинают черкать игроки сейчас карты на выбирают собственно говоря и мы начнем ну что же ох горяченькая сейчас будет тема но надеюсь что хэппич все нить подготовил все таки это онлайн ему проще играть дома в своих условиях естественно fire kick ну чем на лане я так полагаю все таки не не совсем свою игру показывал у нас хэппич так так центральный протокол так ставим всех в игру и Продолжение следует... Продолжение следует... Отлично, начинаем. Поехали. Happy против Firecake. Первая игра. Оба, естественно, GML. Ну, тут в этом и сомнений ни у кого нет, что оба GML. Поехали, ребят. Будет жарко. Сейчас очень. Ну что, 0-0. Готов ли хэппи к Роуджи Реводжерам? Firecake. Хороший вопрос. Но, как мы видели из DreamHack, Firecake не только этим билдом умеет играть. Он и линга-бэйлингов стандартных. Неплохо отыгрывает, в принципе, с тираном. Через отмену газа старта. ПМчик. Ну, ПМчик у Firecake я говорил вам, никогда высоким чересчур не был. Поехали. Привет всем. Вульф Ганчик, СК-2Си, Гудгейм. Парни. Так, кажется, кого-то нужно предупредить. И последний раз, ребят. Кто там, если есть, Паша, я не знаю, кто-нибудь, Бзик там, кто где. Следите за этой всей хренью. Вот. Да, не надо развивать, а то сейчас будет вам за монголоидов тут рассказано. Кто есть кто. Кто император, кто... А кто эксперт. Привет, Фулгорыч. Всем привет, ребят. Болеем за хэпича, поддерживаем хэпича. Поддерживаем турнир, у кого желание и возможности есть. Поддерживаем меня, мой канал, у кого желание и возможности есть. У кого есть желание делать ставки, заходим на Кибет через мою реферальную ссылку. Нажимаем Старкрафт. Там есть все матчи и эти, и Кэтсовского турнира, который одновременно идёт. И Нейшн Воры тоже, которые будут в 7 часов начинаться. Тоже там присутствуют, ребят. Сегодня много-много всего. Так, у хэпи ЦЦшка рипер прилетает. Начинает он харасить. Потери пока что отменённый газ у Зерга один. Больше потерь никаких нету. Гранатка взрывается. Хэпи на отступление её кинул. Параз продолжается. Одного Линго Хэпи забирает. Что ж, неплохо. Гранатку выкидывает, но мимо всего. И взрывается громко, а толку мало, да? Как вот эти Корсары мелкие школьники взрывают. Так и рипер, он шкодник. Он не школьник, он шкодник такой. Летает, гранатками кидается, да? Только их много скапливается. Они начинают шатать, правда, тогда. Вот, в отличие от тех, про кого я вначале сказал. Ну что, граната под королев. Немножечко подкинула. И хрипер на мэне. Видит ли Хэпи Роуч Ворон? Нет, Хэпи Роуч Ворон. Невидимый. Роучи нужно обнаружить срочно. Хэпич обнаружит этих чёртовых... Видит Роучи. Всё, Хэппина должен понять сейчас, что происходит. Бункер строится. Нужна стенка обязательно. Я сейчас здесь заказан мародёр. Но посмотрите, как мало, как мало здесь идти к Фэркику. Подкидывается Роучи. КСМ-ок нужно новых срочно для продакшена бункера приводить. Граната под Роучи. Бункер проражает, строится. Мародёр первый уходит. Строятся гильонщики. Пытается Фэркик КСМ-ки фокусить сейчас. Нужно новые Хэпи подводить. Новые подводятся. Гранатками кидается постоянно. Мародёр и... Так, можно декошку достроить. Мародёр и Рипер сели в бункер у Хэпича. Фэркик продолжает харасить бункер своими юнитами. Нужно КСМ-ок бы с мэйна ещё некоторое количество увезти. Если этот бункер сейчас упадёт, будет совсем печально. Мула Хэпи подводит. Возьмите, что немножечко фокус в КСМ-ок. Почему не вывезти-то с мэйна? Нафиг их. Хотя починки пока вроде хватает. Но это пока, кстати, Роучи всё больше. Королев всё больше. Очень жёсткий чист от Фэркика сейчас имеет место быть. Если Мародёр упадёт, совсем печально будет. Ещё одна гранатка взрывает. Но Трансьюзы от Королев просто. Медленные Королевы, медленные Роучи, медленные Линги. Вот три Реводжера пошло. И у Хэпи очень большие проблемы. Я боюсь, что он отбится здесь. Вот сейчас Хэпи взял КСМ-ок. Ну, смысл? Почему сразу-то не взял их? Объясните мне кто-нибудь, ребят. Что мешало Хэпичу сразу взять КСМ-ок? Но это улын. То есть, если получится отбиться, то шансы ещё сохраняются. Ну, саплай-блок, например, и что делать? Так, по депошку. По реактору, саплай-блок очень жёсткий. Как был, так и есть. Как же гранаты сейчас хорошо дэмэдж наносят. Отходит Хэпич, уворачивается от Фаербола в Фаеркика. Выходит Банша. С Баншой уже есть шансы все отбиться. Две Королевы всё. КСМ-ок Хэпи выводит. Касты новенькие идут. Уорота хороший рабочих. Можно на добычу обратно направить. Хотя и танкуют. Они очень тоже неплохо. Трансьюзы по Королевам проходят. Куда там Фаеркик стреляет с Фаерболами? Не туда, куда нужно бы ему стрелять. Банша в итоге падает. Но всего один Рэвэджер остаётся. Это всё, что есть у Фаеркика. Мародёр еле жив. Роучер. Рэвэджер падает. Конечно, мулы новые полетели. Но саплай-блок у Хэпича как был, так и остаётся. Здесь есть Роучи. И Фаеркик может переходить макро. Причём сейчас на слабой экономике. Сейчас на слабой экономике. Вот в чём прикол. Фаеркик может просто сделать Нидус. И Хэппи ничего с ним не сможет сделать. Потому что будет Оверсир против Банше Инвиза. И будет всё необходимое. Блин, почему Хэппи рабочих не вывел? Ну вот сейчас смотрю, там было время. Если бы он чинил бункер этот до бесконечности, это самый эффективный способ обороны был бы. И это абсолютно очевидный момент, кстати, ребят, я вам должен сказать, что это самый бы эффективный способ обороны бы был. 43-60. Не всё, потеряно далеко. Но как отбивать будущие Нидусы, если они будут сейчас? Вот это вопрос просто загадочный. Но, кстати, здесь не так уж много. Но вот Овер только здесь рядом есть. То есть, на самом деле, Нидус можно принимать. Залп Минка делает по Оверу. Королевы всего две у Фаеркика и третий строится. Вот шанс. Если будет Нидус, то шанс это Банши, конечно. Но главное, по дреладжеров выстрелы не подставляться. Фаеркик даже Нидус не делает. Он, посмотрите, делает мост из Оверов, которые разливают крип. И здесь ещё криптуморы. Ой-ой-ой, какой куш жёсткий. Её 26-31 по Рабам, 47-26 по боевому лимиту. Фаеркик здесь рядом. Сейчас Минка будет минус, потому что есть касты, естественно, Рейваджеровские. Так, залп Оверсиру. Улетает Хэппи на задничку. Минку перекапывает. Оверсиров упуснуть нечем. Рейваджеры начинают терпеть. Так, кастуют по ЦЦшке Фаеркик сейчас. Банша убивает одну королеву. Вторая Банша там с Рейваджерами дерётся. Нужно с королевами драться. Хэппи, ты чё творишь-то? Так, Банши красные, но ДПС-то у них такой же и у красных. Контроль просто великолепный пока от Хэппи. Но что это даёт? Даёт шанс отбиться. Но королева одна сейчас может Банши все убить. Нужно вычинить сейчас обе Банши. Вычинить обе Банши и попытаться. Попытаться Хэппи ещё отбиться. Тут что-то здание местами начинает меняться. Но пока вот Хэппи Банши свои чинят, тут начнёт Фаеркик уже убивать. Рейваджеров много. Третья Банша готова. С тремя-то можно и подраться. Кстати говоря, королева падает моментально. С рейваджерами нужно драться. Обязательно, если стимпак будет готов. Нет, если останется. Если, потому что стимпак не будет готов. Касты Фаерболов, Хэппи уворачиваются. Но Банши разрывают. 51 на 78 по лимиту. Мародёры есть, гелионы есть. Роучи падают. 23-31 по рабочим. Полный улын от зерга. То есть, сейчас он, если теряет весь боевой лимит, весь не очень хорошо для него будет. Королев нужно минусовать Баншами сейчас, что Хэппи и делает. Ну, ё-моё, Хэппи. Да где фокус-то? Вот же... Фокус нулёвый у Хэппи. Фокуса нету. Одна полудохлая королева, вторая более-менее живая. Но обе минусуют Хэппи. Но 35-62 по лимиту. И ситуация очевидна, что вообще, кстати, по боевому-то близко, но по рабаму Хэппи всё, я бы сказал, неплохо. Если бы он сейчас Стимпак ещё бы не потерял, было бы вообще всё замечательно бы тогда, я бы вам скажу. Но Стимпак Хэппи потерял, и с этим ничего не поделать. Минусуют Крипту Маратулку. Здесь есть Оверсит. Банши нужно вычинить срочно. Шанс для Хэппи. Ему нужно было строить банши по КД. Если бы их сейчас 3-4 становилось и более, то они бы смогли бы королевам противостоять. А так они не могут противостоять реводжера с ровучами. От фаеркика приходят заново. Опять Харас. Рампа идёт, бункер не... Ну, это ГГ скорее всего. По боевому лимиту печального. Фух, напряжённая, конечно, битва. Хэппи терпел, тащил, но нахрен... Не знаю, почему он банши-то не продолжил строить. Видно же, что улыблен. А банши в такой ситуации всё убил. Убивай королев, и банши будут решать. Потому что остальное по воздуху не дерётся ничего вообще. Так, стимпак опять же делается, но опять же не готов. Каст реводжером по реактору идут. То есть сейчас здание просто фаеркик забревает. Хэппи пытается отбиваться, но это очень непросто делать. Посмотрите, сколько всего здесь пришло. Очень много. КСМ-ки вперёд попёрли. Баншей сплит идёт. КСМ-ки падают. Марики, мародёры пока держатся, но это только пока. Банша под фаербул попала. Минус Банша, гг, ребятки. Бился хэппич как лев, конечно. Но считаю, что свич там в какой-то стимпак не доделался. Делай банши дальше. Всё было бы нормально. Орбитальная верфь. Следующая карта. Создаю с модом. Эта карта более на макро подходит для ТВЗ. Надеюсь, всё будет окей. Зерга зову, фаеркик зову, хэппи зову, мэджика зову. Всё, больше там зерга позовёт остальных сам. Через зерга прыгает его напарник. 1-0 фаеркейк. Поехали. Все готовы. 2-0 фаеркейк. 2-0 фаеркейк. 2-0 фаеркейк. 3-0 фаеркейк. Ну что, 1.0 Firekick Хэпич Депошку ставит, прокси никаких не собирается Делать, насколько я вижу Пользователь активировал премиум на ваш канал ДСМ готов ДСМ готов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пул хата Firekick Здесь у нас опенинг через рипера идет Ну, Хэпи как-то опять один и тот же опенинг Почему не сыграть какую-нибудь СС-шку Там, я не знаю, первую Либо без газа Барак без газа, орбиталка, СС-шка Например, такой билд Ну вот, считает, что рипер эффективен Хэпи Рипер харасит, прилетает Граната мимо Ну, Линго сейчас подрежет Одного Хэпи, конечно Второго тоже подрежет Рига гранат под Линго было ставить Если пару выстрелов по нему оставалось Нужно улететь рипером Нечка отрегнуть Что за ошибки такие, а? Отлети ты подальше Каждая секунда это реген То есть сейчас реген отодвинул секунд на 7 просто Ну что, взрывается Подкидывается Улетает Хэпи рипером Что тут гранаты кидает Есть роуч ворону Фаеркик достаточно ранее Есть роуч У Хэпи Так, у Хэпи танч О, третий Так, интересно Какой-то интересный билд У Хэпи сейчас Так, без своих предупреждений Я разберусь За это Предупреждение за это и есть Вот почему Рипер прилетает Так, гранатка Опфороучи Подкидываются Но вниз, кстати, с клифа скинуть нельзя Что у нас видит фаеркик? Видел рипера, который летал Ну-ка, что видел? Так, танк Сиджит с овер-минус Хэпи начинает обузить тут Медивак с танком И с сиджем Так, королев подкидывает Рипером Плюс танком Здесь развлекает Но Опять же, посмотрите Ну, слава богу КСМки строятся Я уж испугался Что у Хэпи опять С продакшеном КСМ Какие-то косяки Вот здесь, посмотрите С хайграундом Можно нахарасить И вторую базу А можно вообще На мейн залететь Кстати говоря Что у Хэпи еще делает Рипер взлетает К рабочим опять и улетает В это время дропчик на мейн идет Танк что-то последним Самым дропнулся Но два раба Хэпи уже забрал Три забирает 37-40 По рабам Кстати, по рабам Вообще близкая ситуация Становится Получается Нужно улетать дальше На вторую базу Где ничего Опять же нету Танк дропается Марики дропаются Роучи здесь есть Хэпи загружает Еще один медивак А здесь Нидус пошел Простой и непринужденный Нидус от фаеркейка Ведь действительно У Хэпи дома Ничего нету Вообще Еще танки вперед полетели И сейчас Хэпи В какой ситуации Оказывается К нему Нидус делается А у него все В атаке летает Но можно попытаться Конечно расшатать Я спора не имею Но получится ли Вот Хэпи пролетает Очень близко К Нидусу Но его не видят Два танка На третьей базе Здесь Какая жесть Боевой лимит Правда очень близкий Хэпи против фаеркейка А что дома то есть Залетает оверсир Нидус пошел Куда Нидус шел Прямо сюда Нидус пошел КСМок выводить Все выводить Конечно Нидус надо Фокуснуть Пока он не проявился И это будет На самом деле Грамотно От Хэпи Если он успеет Куда марики то ушли Подведи ты к Нидусу Просто Такой косяк Вот куда марики то ушли Я не понимаю Но Хэпи и так справляется Танки здесь харасит На третьей базе На второй 77-89 Мультитаск Просто великолепный Но почему марики то отошли Можно сразу было убить Этот Нидус И не терять 16 КСМ А ГГ Парки Пишет Отлично Я уж испугался Прямо Сами вы это поняли Я думал Ю Я все опасности В чатике вижу Все нормально Спасибо тебе за предупреждение Просто мне приходится Отвлекаться во время игры А это не очень хорошо Так Орбитал руины Так Где руины У нас Сераса Создаю игру Firekick В игру зовем Хэпи зовем Мэджик сам зашел Меняем всех местами Сам Сам Судьей Так Все здесь Зерк Мэджик сам зашел Мэджик сам зашел Так Подведи ты к Нидусу просто такой косяк вот куда мари послушал я звучит этот звучит это прикольно но транс ю смог не успеть кинуть fire kick из и хэпи грамотно фокус ну бы все это дело поехали начинается третья игра а а а а а а а а а так тоже предупреждение сразу же выношу ставки вообще ни при чем так кто спрашивает про стоимость тарика на g2 а сейчас за 600 700 рублей он может находить вот находить можно так что находите и покупайте играйте по крайней мере ссылки такие скидывали частенько ну что ребятки 11 счет 4 не запилил уже лучше чем на дрим хаки они трину не 0-3 видят хату fire kick и хэпи рипером летит вперед fire kick овером летит хэпи в это время пинг хорош 40 пинг так третью хат не дает хэпи пока запилить но fire kick все таки ее запиливают здесь начинает харасить лингов рипером но королевы сейчас выйдут и уже все харас на этом кончится так ну фокусит хэпи попадает по лингам молодец спрыгивает видит хату прекрасно сейчас здесь королева готова нужно улетать рипером улетается цешка готова орбиталка пошла так гранат королеву подкидывает роуч ворона fire kick как обычно ранее и возможно эта хата просто фейк и будет пуш какой-то на роуч и реводжерах опять же плюс ринге от fire kick здесь у нас банши опять будут насколько я понимаю 29 34 по рабочим ситуация в данный момент времени сколько у нас время уже почти 6 часов позже не получилось запилить эти игры по что nation wars еще восемь часов начнется сегодня помните об этом корея там играет против новой зеландии потом германия финляндия и победитель с победителем соответственно минус рипер в это время хэпи на вторую гиллиона придет 9 дронов минус хорош хэпич больше 9 то не получилось убить ну 9 убил остановиться надо было гиллионами уехать наверно но хэпи не мог остановиться и уехать гиллионами продолжал он хорас банша мэнвиз делается танки делаются кстати говоря то есть убивающий стимпак будет очень нескоро но уже у хэпи есть то чем можно встречать всякие пуши файр киковски вот летит банша хэпи видится что-то роучи бегают так а линги такой побежал хэпи назад возвращается и в итоге спорки пошли вместо того чтобы лететь харасить хэпи что-то по по карте летает лингов ловит вот куда еще что баншой делается не знаю ну хэпи решил что пуш идет правильно бои с другой стороны пытается надежнее сыграть а вот куда сейчас баншат летит чисто тут линк очень сильно нужен был по ходу дела так ну что на бараке лабы строятся вот одна лаба есть второй наверно сам все построит не обязательно под него заранее строить пушистим пактеру дольше щитов делается тайминг и друг по другу лучше погонять не стану же не еще не играл титан култи последняя пара у нас на сегодня и и и и и и и и Так, ну что, 65, 66, 47 пурабам, 1-1 у фоеркейка, у хэппи стандартное био плюс танки, бараков 5, сейчас будет кстати, это двухбазовый прессинг, между прочим, от хэппи, он, ну, кстати, против роучи реводжера и двухбазовые эти прессинги, мне кажется, могут быть опасны, во-первых, все тяжело будет уконтролить, зергу не так тяжело контролить, плюс грейды у фоеркейка, но если, кстати, фоеркейк будет ломиться, позднюю третью цтешку, например, запилить и от обороны все это делать, то может очень неплохо, как мне кажется, получиться, банши возвращаются, их неплохо бы очинить было, этот линк выиграл бы игру, я тут и смотрю, куда он сюда бежит, к силнаге, по ходу игру выигрывать, наверное, в этой карте есть секрет на к силнагу, если на эту всталка, а на нижних респах первым и уже это пол, уже полпобеды по ходу дела, так, банши вычиниваются, танков четыре штуки наблюдаю, пятый строится, нидус у фоеркика, а нидус-то куда, а хэппи сам вперед, ё-моё, какой сейчас фейла хэппи может сделать, хэппи идет вперед, а фоеркик, к нему нидус собирается на мейн делать, что ж ты делаешь, хэппич, пойми, что происходит через пять секунд, нидус успеет развернуться, вообще так, королевы идут вперед, так, неужели хэппи не понял, что все, все не очень хорошо сейчас для него, нидус на мейн пошел, вот он идет вперед, ну а смысл нидус фоеркикует, а он сейчас несколько юнитов, нидус, а здесь отобьется, например, тоже, почему нет, тимпачится хэппи, танки переконтролил, отводит назад, как же криво начал драться, хэппич, просто жесть, но танки пересиджил, марики, мародеры бьются, танки разрывают, лимита больше, здесь три роуча всего выходят, но здесь зато хэппи в лоб убивает оппонента своего, берет и дальше идет сейчас один танк без сиджа, остальные, остальные подлетают, сиджу нужно био сейчас отвести назад, прикрыть все это дело, так, танки рассидживаются роучами, фоеркик пытается внутрь забежать, хэппи контроль демонстрирует на уровне великолепном, просто нидус сбрил, и здесь в атаке сбривает 106 на 82 по лимиту, вот тебе и нидусы, фоеркик, удачный выход от хэппи получился, фоеркик криво подрался до того, как нидус сел, и хэппи заполучает преимущество, преимущество очень жесткое, опять я беспокоился, но хэппи опять все сделал хорошо, как во второй игре в итоге. Гол, ВГ, фоеркик, ну что, базовая тема от хэппи заходит просто замечательно сейчас, и это круто было с его стороны. Так, четвертая карта у нас какая, сейчас я вам скажу, четвертая карта, да, сумеречные башни, макрокарта такая, я бы сказал, ну фоеркик, роучи, реведжеров, я помню, делал на дримхаке, также здесь. Ждем всех в игре. Поехали. Поехали. Четвертая игра начинается, ждали зерга напарника, но он зашел, все в порядке. Доброе солнце. Блин. Блин. Продолжение следует... Ну да, Хэппи, конечно же, нервничает. Все нервничают на лан-турнирах, и это абсолютно очевидный момент. Так, а как кончился матч Снут против Пулта? Сейчас я гляну, подождите. Пулт Снута затащил, и я поднимаюсь просто на вершину рэпа в ставках уже 300 фантиковых долларов поднял. Погодите, 2-1, а тут разве не Бу-3? А, Бу-5, только финал, походу. Сулвар против МС финал идет. Помните про ставки на кипбете, можете делать их. Следующая игра Титан против Кул Ти будет. Я думаю, что они уже... Ну, Титана я видел, он в батлнете, Кул Ти, а Хэзэ, где... Думаю, что не должен он куда-то продинамиться. Не понял, про что ты в Самара-Сити говоришь. Ну, Рео еще стримит, может стрим его посмотреть. Ну, пока тренируются. Пригар имеет место быть. Ну, не такой, как раньше, вроде как. Так что... Все окей. Мув, ну, опа, мув пошел Линго, мув Айр Кейка. Если Хэппи Дэкушку не успеет закрыть, это может быть фейлом. Вот он закрывает прямо перед приходом Линго по Рипперу уже здесь. А кто вычинивать дома-то будет все? Разворачивает с Хэппи и домой полетел. Ну, Беллинг Баста от Фэр Кейка не будет. А без Беллинг Баста здесь особо и смысла-то нету. Что-либо делать. Реактор строится. Так, минус Линги. Опа, одного внутрь Хэппи закинул в чертягу, посмотрите. А я и не знал, что через здание можно закидывать. О, прикол. Сейчас с палилкой же все Фэр Кейк. Здесь Лейер у него пошел. То есть Нидус, как я понимаю, быстро он хочет сделать. Здесь орбиталочка запилена. Тиранвик. Нет, там реальные как бы они написаны, но... Они не мои, я их вывести не могу. Так что это фантики. Вот, я думаю, в будущем там, если по переходам через рефералки у меня накопятся этих бонус-поинтов долларов на 10-20. Там уже, правда, на 20, но я тоже не уверена, чего они там все копятся. Надо будет спросить у человека из Кибет. Вот, и попрошу мне убрать эти, оставить реальные. Только это будет, может быть, реально. Иметь смысл. Иметь смысл ставить там будет. Ну, ТЗ. Ну что, 4 Гиллиончика Рипер здесь. Фаер Кейк, ста... Опа! Это у нас никакие не Нидусы. Лейер не для Нидусов был. Он, кстати, Нидус мог бы вкатить, мне кажется, здесь. Это спайр у Фаер Кейка. Хэппи гранатый королев там как-то подкинул. Заезжает на мейн. Посмотрите, Хэппи начинает Фаер Кейк и просто проблевает здесь каким-то образом непонятным. 10 дронов, Хэппи ножок и шпиль спалил, что самое главное, это лучше начало просто не придумать. Я пропустил момент, как Хэппи проник, но, скорее всего, была кинута гранатка в королев, и с помощью нее они были раскинуты, и гелионы просочили сюда. Вот уже как бы изменения какие-то, посмотрите, в Лутве. В Хэлхотте это невозможно было. Ну что, банша врывается. Безинвизная, правда. Ну, 3 дрона Хэппи точно подрежет и улетает. 3 королевы здесь, 2 спайр-рис, муталисков нет. У Хэппи строятся либераторы. Причем я бы на его месте не летел бы сразу вперед показывать их, а скопил бы штучки 4, если мутка прилетит. Ох, как можно было бы ее зажечь здесь. Еще 2 строятся. Да, 4 и будет. Ну, соплай-блок у Хэппи неприятный. Посмотрите, ё-моё, какая-то эпоха поздняя. Нужно кидать, нужно кидать экстра соплай делать. Посмотрите, либераторы просто не строились. Но Хэппи кидает мулы. Сколько приколов с гранатками в одной игре. Было у этой. Плюс еще бараки у Хэппи. 5 будет, 3-я Сэшка почти готова. Банша вернулась, медиваки тоже скоро будут готовы. Либератор, 4 штучки было бы круто. Соллар 3-0 МС видит. Ну, неудивительно, Соллар силен. МС же чизовичок. Навряд ли бы он такого, как Соллар выиграл. Но всякое могло бы быть. Так, Муталиски рядом находятся. Сэшка перелетает на третью базу. Садится. Полетели мулы. Третью начинает Хэппи добывать. По рабочим одинаково. Лимита у Хэппи больше, чем у Фаеркика. Но это не значит, что Фаеркик прям проиграл. Грейды раньше. Это вообще замечательно для Хэппи. Армори вовремя. Сейчас есть вторую атаку закажут. Посмотрите, на Дримхаке были с грейдами. Проблемы вообще ужасные. Здесь же Хэппи делает более четко. Вот сейчас посмотрите, как будет втык. Нет, посмотрите. Вот, пожалуйста, дома играет. И видно, что намного лучше получается. Вот на что Хэппи нужно сосредоточиться. А для того, чтобы на Ланах было проще играть, нужно дома все Лановские условия делать. Не делать там суперудобно. Привыкать к различным условиям. Я не знаю. В одеждах играть, в какой-нибудь уличный. То есть, многие даже вот такие мелочи решают, на самом деле. Тренироваться. Ну, не только ладер катать. Как бы там. Ну, это уже от другого. Но, тем не менее. Тем не менее. Туреточка под инженеркой. Здесь пошло, чтобы вторую атаку прикрыть. Армор бы нужно заказать. Хэппи пока не заказывает. Фугасы сделал. У Фаеркика 1-1 готов. Муфлингом делается. Поздний какой-то сверх. Ну, а, ну да. Линги здесь хорошо будут решать. Линга Роучи. Армор Хэппи заказал. Отлично. Втыков с грейдами нету. Как до этого были. Муталисков всего там ничего. Штучек 6. Ну, находит. То есть, вместо, смотрите, Фаеркиксера. Мариков подрезает здесь легко. Вот этот Марик был расторопен. В отличие от своего собрата. Но он ничем ему помочь не может. Выход от Хэппича хороший. Такой идет. Так, четвертая СЦ пошла. Но он не ведет сюда прирост. Вот в чем косяк тоже. Четвертая хата есть. Сканит Хэппи. Видит Бэйнов. Видит Морфисчихса. Видит Реведжера Роучи. Реведжеры здесь. Либераторы тоже здесь. По Либераторам касты, естественно, пошли. Поэтому Био может спокойно драться пока. Либератор Реведжера минусует. Хэппи начинает контролить. Хату минусует четвертую. Нужно сваливать отсюда. Банша упала. Приятного мало здесь, конечно. Либератор там стреляет. Куда он стреляет? По Беллингам, вижу, стрелял. Сплит от Хэппи просто замечательный. Но Фаеркик все равно здесь все пробревает. Хэппи, конечно, пытается улететь. Но и улетел Муталисков слишком мало. Пять штук. Два полудохлых. Сейчас восемь. Хотя вот такие Марики, если вылезли бы, было бы жестко. Но Фаеркик видел, что Мариков улетело. Там определенное количество. Понял, что Муталисками нет смысла гнаться. Но по лимиту впереди, несмотря на то, что Хэппи вроде как удачно действует. Сейчас 2-2 грейды будет. Самое большое, что меня радует в игре Хэппи, это грейды, конечно, сейчас. Комп на улицу не обязательно вытаскивать. Но нужно привыкать, в чем ты ездишь, играть, я не знаю. Ну, короче, готовиться к условиям вне дома. К звукам побочным там привыкать. Отладить, чтобы синца вот эти все мышки, ну, чтобы минимум изменений было. Научиться на стандартных, чтобы приехал просто, запилил и играешь. Хотя сейчас проще, чем раньше с этим. Раньше Маус Варе всякие были, там много всякой лабуды было. Но всякие такие косяки бывают до сих пор. Четвертая ЦЦшка у Хэппи. 183 на 148 его пользу. Но Фаеркик выходит в ультралов. Мув Беллингом почти готов, посмотрите. И так, Хэппи приходит, а база-то не здесь у Фаеркика. База там, где и была. Гастов пока от Хэппи тоже не наблюдают. 3-3 грейды делается. Это самое хорошее. Либератором на атаку делаются грейды. Это тоже очень хорошо. Здесь у нас дропы какие-то идут. Хэппи очень большая армия сейчас ходит рядом с Фаеркиком. Ну, где Либератор здесь вообще? Хоть один, где не очень... А, они дома висят в той группе, которая осталась. Здесь есть минки. Пошел Фаеркик вперед. Залпы делают минки. Залпы просто жесточайшие. И как там? Все просто Беллинги были уничтожены. Хэппи в хлам разрывает. Фаеркика сейчас. Он с разных сторон заходил. Ему недостаточно юнитов. У него игройдув недостаточно. У него 1-1 против 2-2 Хэппи сейчас. Причем и рейнджовые, и милишные. Хата вновь падает. 130 на 186 по лимиту. Дроны все минус. Да, это тот, который с Дримхакой. Кажется, реванш Хэппи, что для меня тоже, на самом деле, неожиданность удается. Еще мы здесь, естественно, лолгэппи пишем. Фаеркик построенный. Здесь ничего не было. Видно, дома лучше. Дома-то дома. В принципе, онлайн турниров достаточно. Надо тащить. Будешь тащить на онлайн, будешь на лане тащить. Привыкнешь. Ну что, кулси здесь или нет, я не знаю. Нужно искать кулси чертягу. Где Титанчик? Так, Титанчик. Сейчас Титанчику напишу я. Фаеркик свалил очень быстро. Или Титан здесь, я чуть не вижу ее пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребятки, мне тут кофеёк попёр. Вот, тушить побежал. Может быть, да, может быть, да. Но мы хэппи в полуфиналах увидим, и это радует. Мне нужно кофе вылить. Сейчас я приду, ребят. Минутку буквально, подождите меня. И не расходите Титан против Култи. Титанчик будет сейчас биться. А в 19.00 Нейшн Воры интереснейшие. Продолжение следует... Всё, ребят, я здесь. Здесь, кстати, для любителей смотреть на игры хэппи и на наших игроков и любителей Старкрафта, скажу информацию важную. Завтра продолжение Бобра Лиги будет в 16.00, так же, как и сегодня. Завтра воскресенье. И я надеюсь, что большинство сможет посмотреть. Почему? Потому что, опять же, в 20.00 Нейшн Воры будут. И мне уже французы писали, я несколько Нейшн Воров не стримил. Что, типа, я косячу, как бы... Ну, точнее, меня спросили... Ульф Ганчик в каком турнире, если мы который смотрим турнир сейчас... Вот. То тогда в описании ссылка SK2TV есть в Бобра Лиге. Да, временем конкретно матча хэппи пока неизвестно, но всё начнётся в 4.00, а там мы уже распределим, кто может, кто не может сейчас начать. Вот. Так, спиритулок 600 пикоинов. Вот, спасибо большое. Спиритулок, тебе респект, как обычно. Пригодятся. Правда, выводятся они полгода, блин. Точнее, месяц, пока там увидят. Спасибо тебе большое, респектую тебе. 3-4 минуты, говорит, Magic его не будет. Сейчас я... Так, приму пока для моей ноги восстановительные средства. Средства. Култю ожидаем мы сейчас. Дениску. Где Дениска-то? 2-5 минуты. 3г. 2-0 минуты. 2-5. 4-6. Продолжение следует... 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 Так, 22 тысячи уже становится призовой. Ребят, спасибо за 555 на карту. очень приятно ну кто бы ты не был так антинькой вообще есть сообщение не знаю вполне не вижу блин должно наверно быть я вот не уверен уж если это фейл будет если титан куда-то делся а ей подчеркивание лр подчеркивание он поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно спасибо тебе валерон очень приятно очень приятно так что-то я пропустил может нет я вроде ничего не пропускал а Здорово, Боддл Нэтч. Задержечка. 90 секунд, помните? Так. Где эти танки? Сейчас уже Nation War скоро начнется. Так, ну Олег был предупрежден. Все, должно быть норм. Вот он онлайн сидит просто, не знаю. Сейчас ему скайт напишу. Так, все, мы разберемся. С Култи я поговорил уже. Все нормально. Всех пускаем. Все хорошо. Опа. Спасибо тебе, Боддл Нэтч. От тебя и так подарков. И не к Новому году. Очень приятно. Вот. В очередной раз тебя благодарю. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так. Так. Привет всем ребят, ждём Титанчика. Субтитры сделал DimaTorzok Так, а, Вольф Ганчи, что значит цифры это очки внутри рейтинговой системы гудгейма, то есть на наших турнирах кто участвует им очки даются определённо. Я понимаю, что это так, как бы, и поэтому около никнеймов есть они. Просто, как бы, когда они там сбрасываются, не сбрасываются, вот этого я уже не знаю. Так, орбитальная вверх первая карта. Титанчик должен вторую карту. Ну вот он уже говорит, теперь Култи должен сказать. Даск Тауэрс, Зерга Зоу, Зоу Мэджика. Зоу Култи. Точнее Титан сначала. И Култи тоже. Четвёртая руина. Орбитальная у Лена. Да, погодите. А что вы черканули? Центральный протокол. Или Лилак. Ну, пятый разберёмся. Ладно, карта, если она понадобится. Короче, ребят, всем за поддержку огромное спасибо. Очень приятно. Помните, что у меня реквизиты изменились. Какой-то зерк опять делся. Место Сбербанковской карты. Теперь у меня карта Тинькофф Банка. Я не знаю, как там с онлайн-банком. Вижу один период поддержки 555 рублей от кого-то. Сообщение не видел. Может быть, нужно заходить в онлайн-банк туда. Зайду проверю потом. Дезерк-то, ё-моё, блин. Зайду проверяем. Дезерк-то. Привет, СТ-7105, всё хорошо. Французы почему-то не стримят. Так, всё, все готовы, наверное. Култи желает удачи Читанчику, Титанчик желает удачи Култи. Поехали! Наконец-то мы хоть посмотрим игры. ПВПшка у нас последний четверть финал. Хепич выиграл, написал в ВКонтакте, что играл очень плохо, но выиграл 3-1. Тем не менее, своего обидчика на Дримхаке Файер Кейка, который в 0-3 проиграл, ну там был лан-турнир и первая игра. Не смог Хепи разыграться к тому моменту. Да и как-то на Дримхаке отыграл, видно, что минус моралька это было. Пользователь ИИ и подчеркивание ЛР подчеркивание, он активировал премиум на ваш канал. Ну и сейчас определится оппонент Элейзера. Кстати говоря, что приятно в полуфиналах вот у нас участвовало, сейчас я вам скажу даже. Я не помню, кто там в отборочных, но у РО-16 у нас было, например, Пармани кореец, Элейзер, полякину гуру выбил напарник. Был ТОП кореец, был Файер Кейк, был Дана еще и все они выбиты в итоге. Кроме Элейзера, который в полуфинале Култи либо Титан ему будет противостоять, в другом полуфинале Бла и Хепи. Вот, это все будет происходить завтра с 4 часов в полуфиналы. Финалы, матч за третье место не пропустите. Будет интересно в любом случае. Так же до чатики читает зерк. Ну я понял, что он чатики читает. Его напарник раньше, чем зерк, отдуплился просто. И это хорошо. Хорошо. так ну что смотрим игру титан разведывают култит тоже разведал домой едет вальганчик что ты что ты имеешь ввиду сбер со спира сам переводи не ничего проводить не надо я закрыл карту я принципиально отказался от сбербанка из-за условий за я говорил уже из-за жидомасонов короче говоря но не будем эту тему развивать вот какая разница главное переводится просто на сбере были русские сообщения не писали когда про поддержку то так титан тут пулки пилонами пугает пусть и пробок вывел стан еще один пилон считает пусть и сам пилончик стоит есть два сталкера строится у рабам пулки пока впереди пилона надо отменять пилона отменяется танцам вот бустится мазерку руку типа рабам 29 28 титана уже больше причем а мазерку руни уже готов кстати греопулки еще не готов пока вот ну и тиньков нормально просто там сообщения были а здесь я пока не поем не просто мало еще присылали и вот можно ли ставить сообщение здесь чтобы было видно но по-моему это во всех банках предусмотрено нужно онлайн посмотреть что там и как будет зайти привет всем ребята ска давайте и гудгейм ну разберемся в процессе еще все впереди что если плохо будет другой банку не сделаю что-то чуть-чуть говорить здесь здесь и использование бесплатно получается катя там тренился кулки стрим смотрел ну значит должен знать как за конфликт титанчиков пилончик здесь мазеркором голосовал очку попросите кто-нибудь сделает он дик там сидит сейчас я вижу чтобы мне не отвлекаться лишний раз и так много всяких отвлекающих моментов титана 3 и то плюс 2 добавляется будет 5 очень скоро делается блин плюс роба возможно это блинг с призмой будет у кулки тоже блин кварт сейчас будет готов пора вам титана на парочку больше по боевому лимит примерно одинаково короче ситуация почти одинаково пути тоже гид и добавляет но так у кулки роба чуть позже чем у титана но страшного в этом ничего нет главное кто кого переварпит кто будет идти вперед кто будет обороняться очень важно тоже так товар сталкеров идет кулки 3 нексу такое ощущение меня хочет запилить присутствует ой тут афсервер рядом летает кулки видит афсервер оппонента кстати но ой как титанчик ушел сейчас просто царь просто царь ушел апсом был бы блинку кулки кэшер минусус был но блинка не было титан выдвигается вперед строить диспилоны призма готова призму нужно брать срочного атаку здесь на медленном варпе сталкера пять штучек варпится на хайграунд кулки афсервера опять же выводит и сейчас титан его спалит между прочим так минус афсервер кулки титан моментально его под подбревает и кулки не знает сколько сталкеров сейчас у оппонента начинается битва начинается контроль титана намного больше это кулки сейчас может проиграть игру сейчас если будет криво контролить минус пилон третий некс будет отменен естественно нужно отменять час кулки его что он и делает пилончиков добавляет еще чтобы не сюда за блинки вот титан будет было чем помочь с уверчажем пилончик титан моментально минусует кулки отступает здесь уверчаж минус минус мазеркор минус афсервер по моему или что-то там титан еще забрал мазеркор в итоге ничем не поможет и морд устроиться 99 титана 85 кулки минус роба минус пилоны да титан тут шатает очень жестко на самом деле минус гейт минус еще один пилон ребят помните про то что ставочки можно делать на ки на кибете и через кнопку делайте обязательно этот матч тоже была она уже закрыты естественно дальше на нейшн воры будет поверчаж опять же пути 68 93 по рабам проседает по боевому проседает по всему сейчас по всем параметрам пути проседает в итоге здесь титан как-то отдается своими стокерами пути пытается нагнать попробую тут нагони еще призма сейчас откроется можно до варпить четырех адептов и прохарасить вторую например базу где кулки не ждет а титан видит что сталкеры вы стоят рядом и апсервер висит то есть можно сейчас развести бы было бы еще раз но титан предпочитает отступить запилить третий нексус и попытаться прохарасить при этом всем по грейдам разве что кулки у плюс один голову титана не было единственное преимущество призма висит ждет свои секунды и к кстати гря не видит кулки из-за этого то что у титан точнее дошел кулки даркшрайн но но у него роба нет чтоб на мэйн дарков привести в чем проблема и титан опять приходит пуш я здесь так вульганщик да нет с банкоматами там все нормально главное там от трех тысяч снимать с тимковей беспроцентно там все будет так кулки спускается минус и mortal 1 минус и mortal 2 принимает бой но в это время харас адептами идет и на мэйне и на второй базе везде короче этот харас идет но кулки вроде как в лоб побеждает титана сейчас он плюс один на ноль-ноль дерется но по рабочим все печально экономическая ситуация сейчас не ахти для кулки битва идет в разных направлениях нужно пытаться поймать поймать не получается адекватно 10 пробок еще потерял у титана 3 снег тут экономика чисто тащит вульганщик важно чтобы это виза еще было просто понимаешь как бы я имел ввиду что виза в мастер-карт как бы обычно это обычно изберов ски больше не упускается хотел сделать но нету вот на других нужно платить за карту мы не будем об этом говорить это все и тема для разговоров на стриме пробивает камни у нас сейчас соответственно титанщик четвертому нексу будет выходить кулки отбился лимита боевого чуть больше было но вот один вар буквально и титан выходит вперед правда два сталкер на медленный пилон но разницы никакой нет кулки идет в контратаку понимая что у него не очень хорошая ситуация по экономике но у титана лимита боевого уже больше не дестабилизаторы имморталы и чисто сталкерами не продавить вот на месте кулки бы рабочих строить всеми всеми силами заметить что у оппонента грейды слабее и вообще делать третью атаку то есть дальше в макро играть разница-то минимальная за счет того что отбился и по и боевому было нормально можно было попытаться в макро пути агрессивный блин вперед делать между прочим у него есть дарк здесь которого титан просто не вид а вот актерер вышел сюда обнаружил пути в итоге разваливается здесь и морфл живет до сих пор дестабилизатор стреляет но не попадает культива пытается всеми уйти сталкерами всеми ушел но 75 103 здесь адепты опять прилетают от титана простите поймать призму не представляется возможным рабочих не убили но сейчас когда отдался в атаке начал рабочих струй почему нельзя просто начать строить рабочих я хз так сталкеров много здесь забыто зачем-то у култи сейчас там может просто взять и поймать нужно аккуратненько моментами быть четвертый некс у титана вот плюс 3 култи заказа вот это все могло быть раньше вместе с рабочими причем кстати до сих пор култи не дико сильно отстает если он сразу начал восстанять рабов он вообще вперед мог выйти не у плюс 3 уже готова почти бы было крич вообще все хорошо было вот прилетает два дар как титана тут фатонка право сзади есть дарки дропываются фатонка будет минус моментально начинаю отрезать рабочих об серверу титана рядом нет как нет достаточно близко он находится 7 пробок култи забрел 8 9 ну по рабочим сравнялись но по боевому титана 52 на 35 и у титана из четвертой нексу у култи он отсутствует но это не значит что нужно сдаваться в робобой тоже только-только култи добавляет сейчас будут дестабилизаторов хотя бы строить третья атака впереди фанты премиум активировал спасибо тебе не знали сильно ли активировал ну что-то тетка ничего не говорит очень странно я здесь выдвигаются сталкеры титана с дестабилизаторами с двумя атаками култи сам сталкерами вперед выходит и уходи уходи култи уходит я испугался сейчас будет серьезная ошибка допущенная дестабилизатор ну очень много сталкеров взорвёт здесь титан пытается адептами шатать шатает мазер корни на мы не нужно взять и увер чашей на ставить сейчас сюда что и делает пусть и но титан то в это время идет вперед пользователь валерий швайркин активировал премиум на ваш канал валерий шуткин тебе страну и стабилизатор и стреляет и тоже дестабилизатор есть и култи то титану сколько взрывает и дестабилизатор 1 минус ну посмотрите ребят култи лимита больше становят хочу как как это происходит объясните мне плюс 3 култи плюс 2 титана титан отступать лимита култи больше просто всю игру всю игру култи проигрывал а в итоге у него все замечательно он уже выигрывать начать 4 дарка пролетают на 2 базы здесь две фотонки на 4 это дарка их моментально развалят на дальней базе очень большие проблемы у титана это минус нету скорее всего будет у култи 4 иммортла дестабилизатором стреляет титан уходит 127 147 экономика у титана пока лучше но сейчас будет не лучше уже нет тус упадет култи шатает здесь кроме сталкеров одного дестабилизатора ничего нету здесь вот кривовато титан подрался снова убитого и все уже посмотрите ситуация просто изменилась и култи выигрывает минус пилоны переводится пробки култи ушел на мэйзыч 160 339 если все такие игры будут титан с пулти играть мы просто nation wars то не посмотрим вот меня это что-то начинает беспокоить еще 20 минут есть в принципе ладно там можно на 10 минут задержаться пока у них разговоров очень много будет происходить вот култи наварки чувствую киров и морталов аж целых пять штук уже три атаки есть там и там путь и делает армор продолжает это тоже очень грамотно так титан видит призму ну сбить ее невозможно ли да не надо было даже на напугать и и сталкеров лучше увести иначе култи сможет перехватить их но не не сможет он перехватить титан успел уйти сталкеров возвращать дестабилизаторы посмотрите у титана 3 роба он из трех роба строить дестабилизаторов сейчас 3 роба правильное решение нужно как-то нагонять дестабилизатор это на то что и наверное это то что может перевернуть реально об севера титану сбил култи видел что он здесь рядом находится идет вперед микс жестче гораздо стабилизаторы стреляют но култи за блинкнулся и своими тоже стреляет по титану все взрывает это гг ребятки 10 пользу култи какой переворот просто жесть какая но это pvp лотовская но очень необычная и очень прикольно так первая орбитальная вторая ульрена карта ну что ж ульрену создаю я сразу же как можно быстрее тянуть ничего нужно скоро уже стримить nation war будет ждем всех в игре ултитут стан тут зерк тут запрыгивает артур зерк танчик еще не привык наверно к чатикам куда-то не туда пишет по ходу титан опять поехали титан тут все таки надо титанчику объяснить чтоб на тап переключается все это дело не надо обзываться никоим случаям никоим случаям култи 1.0 ведет синий против красного титана ну на этой карте я ну хотя может всякое быть но не думаю что такая макро затяжная игра прям будет как сейчас что сегодня день тупника nation warms да по червячкам турнир ну что добавляется газ ну когда верди вернется из таиланда посмотрим как он что будет контрить потому что на гг года например всем открыт доступ и участвовать могут все я надеюсь что вердоса мы там тоже увидим как и всех остальных наших игроков так титан начинает посмотрите какой билл два гейта кибернетка это два быстрых адепта от титана а где пилон второй я чуть не понимаю вот он пошел пилончик он успевает конечно под кибернетку под адептов у култи тоже кстати говоря култи вторую кибернетку запиливает вместо гейта а вот это фейл бывает 37 минералов минус минус потерянное время и вот это может решить игру вообще учитывая адептов этих а приезжает станцию видит видит мазеркор а у титана кстати никакие не адепты у него сталкера заказаны мазеркор вперед летит будет густу куда-нибудь переставлен титаном варх может быть я не знаю нет рабочих строя титан продолжает да какие о чем вы пишете это это контри дестабилизаторов можно так в начале когда 180 на 160 там или или 200 на 180 лимита идет кик черту феникса они там в секунду будут гибнуть они один раз влетели подняли дестабилизатор ну да выстрел сбили погибли сами но даже это может зарешать я не спорю но это как по мне при более на нормальном менее уровне не не представляется возможным как бы адекватно прям все взять и законтрить так старгейт у култи два гейта бустится варп спускается вниз у титанчика и нексус пошел култи тоже сумму нет будет делать сейчас плюс еще пилончик ребят всем за внимание спасибо за поддержку огромное спасибо напомню что можете поддерживать меня подписан на премиум от блоки отключать по реквизитам сани или через плеер также кто делает ставки делайте через кнопку или литеральную ссылку которые в описании есть на кибете описание в в описании эти ссылки из канала ставки на кибете я имею ввиду приходит култи здесь хороший фильтр титанчика и два оверча выставляет он отгоняет култи сталкер живет пилон не погиб летает при этом феникс пытается что-то на карасину стрелять еще феникс строится на этой карте фениксы да наверно будут эффективным действительно юнитом надеюсь у титанчика хорошая оборона тридцать один два четыре по рабочим вот опять по билду по экономике у титана все хорошо ну а дальше что сможет реализовать то или нет минус пару пробок от култи фениксов забыл ну что ж ты делаешь то култи ну емае ну че за бред то минус феникс просто на ровном месте ну такие ошибки приводят к поражению всегда нелепые на ровном то месте не надо недоконтроливать апм между прочим у улти значительно выше чем у титана а е апм а е апм одинаковые почти что три разницы а здесь вы видите какая разница чуть ли не сотка ну я как уже говорил е апм не отражает тоже эффективно апм может какие-то клики которые он считает неэффективными они могут быть эффективными короче не будем на этом зацикливаться главная игра и главное кто побеждает а кто проигрывает ну и участие тоже важно конечно как и в олимпийском принципе но все таки хочется чтобы наши тащили так а чтобы тащили нужно участвовать и тренироваться три феникса от култи летают здесь у нас два пилона есть сталкера вот пробочка поехала титаничка третий нексус ставить третьего нексуса пока у титаничка не будет оверчаж плюс сталкера феникса отогнана в очередной раз култи раскачивает дома свою базу парабам уже одинаково кстати что-то фениксами налетал тут по чуть-чуть наубивал пять пробок и сравнялся по количеству рабочих почему титан рабов то не строит только сейчас начал пятьсот минералов вот сейчас нексус заказывает нексус все правильно титану нужно обязательно у култи робо и сталкера твайлайта нету титану уже блин делается у култи ничего подобного пока нету ну что култи стоит третий нексус запилил тоже по технологиям отстает у титана еще и плюс один раньше гораздо то есть в этот раз по технологиям у титана вообще все замечательно но пока три гейта ну в принципе тут третий нексус выхода идет у култи то тоже сейчас три гейта а у него два вообще гейта все что есть соплай блок у култи еще также присутствует хотя не вот пилон достроился соплай блока не будет а что итог пути собирается делать ну в принципе он отставал всю игру поэтому ему нужно как-то нагонять титан везде фотонки ставить чтобы меньше харасса было от фениксов тоже верно сталкеры везде бегают с мейна куда-то уходят а тут фениксы хотят ворваться кстати нужно заходить минеральную линию чтобы они лишний раз ничего не убивали пулти не рискует в общем-то под тремя сталкерами убивать улетает ко второй базе от второй к третьей на третьей уже фотонки здесь уже можно юнитов держать две фотонки под трех фениксов легко отгонят абсолютно у полимита култи каким-то образом умудряется держаться почти вровень с титаном причем у него в миксе есть два иммортала у титана же а у титана три вообще да у титана тоже ледерской более технологичный микс иммортала все больше и больше добавляет гейтов раньше чем култи у него уже третий микс закупился но тут тоже гейтов добавление идет но меньшего количества титана три плюс пять это будет восемь а у пулти два плюс три это пять пока что гейтов больше вообще не строится на потомке на обороне как то можно отсидеться может быть попытаться у рабам 60-65 близко но неравное количество так сталкеров блин готов чаш делает титан гейтов все больше и больше добавляется а архивы темпларов для архончиков естественно выходит центр пробивать камни камни пробивает култи тоже сюда подходит камням нужно аккуратнее быть видит титана титан отступает мучка назад в данный момент култи больше у него еще здесь два феникса центрю на халяву поймал блин такой ценный юнит а так иммортала одного поднял но это не решает в итоге так вот кстати может упал один култи забрал титанчику и мортала но титан наваркил юнитов лимита больше здесь нужно срочно начинать добывать газ какие архоны без третьих титан что-то тут втыкает очень жестко перевес по минералам гигантских наконец сообразил что надо газ начать добывать и тогда можно архончиков будет делать а култи уже с двух робот дестабилизаторов строят это очень важно у титана дестабилизаторов нету агрессивный билд с чаржем архонами демонстрируют вот такие игры дестабилизаторы могут перевернуть посмотрите какая карта эта узкая сюда на эту базу тяжело заходить а вот чтобы такой микс против дестабилизаторов вообще адекватно драться нужно что позиция нормальная для титана позиции то у него нету тут он сталкером приходит пилоны начинает сбривать две атаки у него уже есть где до варпы и хз нужно на мейн разводить наверное даже лучше при таком пушах варп идет серьезный по зданиям девять гейтов в титан опять у култину блин опять же дестабилизаторы два есть и два еще будут сейчас так гасты хорошие так култин стреляет но зилков прям сверх много не сбрил отступает назад иммортлы подставляются дестабилизаторы падают но позиция у култин все неплохая но вот здесь еще один дестабилизатор култин вынужден немножко отступить по варпу сейчас какой залп хороший был со стороны култин титана пока еще больше по лимиту пока что он еще прессует но сталкеров как култин сейчас разрывая дестабилизаторами лимиты вообще равные стали агрессивные блинки култин ход иммортлов контроля титана великолепный плюс здесь арконы есть но все равно по моему хотя не лимита больше так залпы дестабилизаторы иммортлы падают нужно забирать все нафиг улетать только одного иммортла почему титан забрал култин отбивается в итоге но титана всего больше экономика лучше пути третья атака как-то вот сюда заходить против такого микса тяжело очень на самом деле чтобы такого нет титану нужно просто было тоже наверное либо вот сюда сталкерами подпушить вот сюда встать и расстреливать эти здания куда култин сюда зайти он не может что подбить в центр выходишь разваливаешься да вот нужно было третий нексус методично сталкерами отсюда выбивать я думаю это самое логичное было бы и эффективное но титан может быть и не знал просто про дестабилизаторов вот вот и выходить самому понемножечку дестабилизаторов вот дарк от култин замечательно приходит титан ни одной фотонки на четвертой нету начинает нарезать титан замечает уводит рабочих 115 123 култин уже больше причем это боевой лимит в основном титан тоже дестабилизаторов начал строить это очень важный момент можно стрельнуть по дарку не обязательно об сервера ждать но титан ждет от сервера минус дарк в итоге здесь у нас иллюзия прилетает минус иллюзия моментально три плюс три плюс три там и там делать титана два роба у култи два роба четвертый нексус култи сам занимает опять макро пвп пошло опять лимит копится култи рабочих с мэйна на четвертую уводит игры у нас плотные а идут титанчик то против култи сегодня еще один турнир финала концу нэшн ворса начнутся у дарова не она в тысяч нет увольте двенадцати часового стрима с меня на сегодня хватит не планировал я шестнадцати часовые рекордное делать надеюсь что и нэшн ворс не будет адски затягиваться ведь все таки Корея играет не может часов в одиннадцати раз посмотрим култи приходит к титану к четвертой базе дестабилизаторы стреляют култи там пару скалкеров потерял агрессивный блин вперед титана ловит сейчас на заходе на хайграунд кстати говоря ой два дестабилизатора култи потерял сам еще сбил касс своих дестабилизаторов тоже неприятно но все равно продолжает давить но самое это главное что титан с двух сторон его сейчас встречает тут делки сзади наваркались но есть архон у култи и основную армию титана он моментально разбирает здесь тоже проблемы сверху про у титанчика и это 2-0 судя по всему гг пишет титан посмотрите какую игру отдал вот хорошая идея с чаржем с архонами но не для этой карты и не для вот на такую позицию ломиться тоже на вторую базу все култи встал оборонительными дестабилизаторами каста как риверы как риверы в первом старкрафте все стационарно встал делкам туда хрен влезть уже с архонами так третья карта сумеречные башни создаю игру ну что же култи зову титана зову церка зову а мэджик где я и мэджика зову так мэджик артур зерк заходит так мэджик планируется в култи так поехали все готовы привет разведчик всем привет ребят кто недавно подоспел а Так, ну что Кулси молодец, что я могу сказать Узеров нету никаких, конечно Кулси Кулси Ну что, Титанчик синий в этот раз Кулси, красный, кстати, предыдущий раз Разы, по-моему, Кулси синий был И выигрывал, или я не прав Или Кулси красный Все время был Ладно, не будем гадать Это вообще не важно Абсолютно, у Кулси был Нексус 15 Первый Нексус, пора вам Поэтому впереди, Титан играет через Адепта Мазеркор Нексус у него позже, в итоге И вот уже, пожалуйста, разные билды Кулси бустит сейчас Так, Титанчик запиливает здесь Пилоны, посмотрите Это очень опасная тема со стороны Титана Сейчас И Кулси вот Ну что за ошибки глупые Кулси просто не имеет пилонов Рядом с пилонами оппонента Сейчас он наставит Уверчажа и И что дальше Так, начинаю атаковать Пилоны Титана Но у Титана больше Здесь пилонов Успеет Култи Успеет И у Титана ведь Еще и будет сейчас Мазеркор раньше здесь Разные почему-то он бьет Сейчас Мазеркор подлетает Култи я имею ввиду Почему-то разные бьет пилоны Два пилона осталось Все, сейчас Титан начнет атаковать Вот что самое интересное Так, Мазеркор подлетает Уверчаж выставляется Все, и Култи здесь Очень большие проблемы Пробки Пробки умирают Здесь Адепт на второй базе Ох, как Титан Начал бодро эту игру Я смотрю Уверчаж Ставится сейчас Очень неплохой На пилон Титаном Пилоны падают У Култи А здесь еще на один Уверчаж, между прочим Есть и Адепт сюда пришел Пробки падают Мазеркор Пилон подрезает Можно еще один Уверчаж выставить Кстати, Титанчику 34-34 Как бы пока не переломил Ход событий Титан Но уже не очень хорошо Адепт опять проходит На дальнюю базу Нужно запилить Пробками запилил Второй раз выстрелить Не успел Адепт в итоге 24-28 Парабам В пользу Титанчика Хотя у Типауки был пил Лучше Но здесь уже все очевидно Хотя Сталкеров Пауки не обязательно Абсолютно было терять Сейчас Но Титан тоже Конечно Здесь пилонов потерялось Как кажется По ресурсам Близко вроде 725 Но как перевернулась Игра после этого Всего Титан в абсолютный плюс Все это дело вывел Добавляет гейтов Варабам Впереди на 4 штуки Стабильно И это значит Что Все замечательно Ну да Походу Они меняются Цветами Так Как у Баби Менджи Конец задержки Все у него есть Что ты мне рассказываешь Разработка завершена А я чуть не понял А теперь поддержка На СК-2 ТВ рейтинга Вообще не дает Что я чуть не понимаю Походу нет Я здесь Среди теней Ничего это зависит Оттуда просто Так Ребят Прошу прощения Сейчас я проверю Есть ли задержка У Мэджика Или нет Есть задержка У Мэджика Такаяшка У меня Чего ты Меня путаешь Начну Предупреждать Сейчас Так Не просто Агрессивный блинк Это очень Агрессивный блинк Титан Я бы сказал А о Култи Около рампы Один пилон Всего Ну что за бред Конечно Может сейчас он просто Отлететь от Титана Если вот здесь Не добавят пилона Вот отсюда Агрессивным блинком Титан заходит Пилон фокусит И все Разве что Гвардиан шилд В помощь Култи Пилонов здесь Вообще мало Гиты поздно Добавляются Могут не успеть Добавить 7187 По лимиту В пользу Титана Сейчас Сталкеров Ну очень много Дестабилизатора Нет на агрессивном блинке Ладно Можно сбрить Там например Где пилон Сейчас Титан Заблинкнется И все ГГшенько Будет Култи Если он Не среагирует К этому грампу Вот пошел Блинк агрессивный Так Мазеркор Уверчат Таймвар Пошел Титан Из-за того что Мазеркор Култи был Не смог фокуснуть Иммортал Посмотрите Титан уходит И Ой-ой-ой Фокуса иммортала Не было Мазеркор Мазеркор Потерял Это култи Мазеркор Потерял Но сейчас Еще один иммортал Вылет И Титану Не получилось Продавить Здесь Посмотрите Если он будет Так лезть Еще Еще раз Хотя бы То он может Просто отлететь И это ГГ будет Я не шучу В этом плане Конечно же Култи Здесь все ресурсы Есть Чтобы Титана В хлам Отсюда Просто отогнать Отбить Есть Апседа Который Видит Третий Некст То есть Он ситуацию Игровую Понимает Прекрасно Есть ли Блинк Да И есть Блинк А это Была Не поддержка А там Еще Виды Какие-то Есть Понял Тебя Просто Не в курсе Что там В чем Там Разница Раньше Так Было Смотрю Мэджика Найти Не могу Он Обычно Главный Думал Что Я там Как Вот А Ни Хрена Ну Правильно Лучше Так Делать Я Тоже Так Считаю Так Адепты Приходят Варпит Култи Посмотрите Вот у Култи Есть Пилоны Чтобы Варп Быстро Шел Но У него Нету Фатонки На Мэне И Сейчас У Адепты Здесь Устроят Титановские На Пилон Сагрились Это Косяк От Титана Контроля Нужен Уверчаж На Дальний Пилон Обязательно Сейчас Култи Ставить Где Уверчаж Идет Вперед Агрессивно Но У Титана Много Пилонов У Титана Много Вообще Всему Там Култи В итоге Вместо Того Чтобы Планомерно Как-то Реализовывать Своё преимущество Он взял И пошел Отдался А дома Его Нахарасили Как-то Нелепо 110-94 В итоге По лимиту И В лоб Уже Продавить Титана Я не вижу Возможности Для Култи Ну Второй Атаку Сейчас Заказ Здесь Уже Дестабилизатор Даже Один Есть Который И так Может Решить Всю Игру Сейчас Нужно Попытаться Да Култи Нужно Попытаться Именно Призмой Нахарасить Титана Даркшайн Форжа Риды Нулёвые У Култи Плюс Один И плюс Два Делается Вот что Может Сейчас Зарешать Реально Даркшайн Култи Сам Хотел Заказать Но в итоге Не заказал Так Хара С адептами Идет Три Четыре Пробки Пять Подрезает Култи Можно Телепорт Делать Адептами Куда Либо Там На дальнюю Да На эту базу Хороший Телепорт Как Титан Пробок То Десять Куда Что Столько Надавал Титанчик И здесь Еще Приходит Адепт Тринадцать Четырнадцать Пробок Минус Вот тебе Пожалуйста И подъем Переворот Блин Еще Можно Вот Постоянно Иллюзии Адептами Посылать Сразу Буклу Типа КД Послал Они Еще Успели Туда Телепорт Скорее Всего Ну и так Четырнадцать Пробок На ровном Месте Пришел И забрал По рабам В итоге Одинаково По боевому Култи Конечно На двадцатку Отстает Но посмотрите Здесь Плюс Два На ноль Ноль Сейчас Будет И это Очень важный Фактор В пвп Да и Вообще В принципе Краиды Очень важный Фактор В старкрафте Не только В пвп В любом Очапе Это важно Просто Там Немножко Другие Какие Могут Быть Так Там Нейшнвары Наверное Начинаются Уже Но Мы Досматриваем Естественно Что Здесь У нас Происходит И Потом Уже Туда Переходим Даркшайн Култи Ставят Странной Позиции Очень Плюс Два Готово Грейт Су Тридцать Три Сто Тридцать Семь По Лимиту Здесь У нас Еще Адепты Сидят И Можно Еще Раз Прохарасить Но У Титана Четыре Сталкера Тут Стоит В итоге Жду Так Иллюзия Пролетает Титан Култи Багриды Продолжать Дел Да Вот Третья Атака Пошла Молодец Заказывает У Титана Четыре Оооо Четыре Дарка Это Серьезно Это Минус База Если Сюда Титан Дропнется Грамотно Как-то Не затупит На одной Фотонке Призму Не отдаст Это Просто Невозможность Ты Даже Тупо Под Фотонку Дропать Будешь Так Фотонки Здесь Адепты Култи Телепортируются На дальнюю Вторую Базу Причем Култи Не отменил Телепорт Сталка Тут Ушел Нужно Провок Убивать Что Култи Делать Четыре Адепты Отдают Хотя Я бы Сказал Что Не сильно Полезны Эти Адепты Но Три Ой И Даркити Она Прилетает И Атаку В лоб Одновременно Готовит Здесь Фотонки Култи Ставят Нужно Пилон Подвезти Уверчажи Выставляются Три Пилона Здесь Успеет Буквально Секундочки Не хватило Чтобы Дарков Отогнать Но Рабочих Не потерял И Базу Отбил Это Очень Важный Момент Призма Титана Улетела Хорошо Ну Раз Ты Пришел Открыл Глаза Мне То Конечно Ж Тогда Грэйды Не важны Абсолютно Точно А если По делу То Здесь Кэш Есть Дестабилизаторы Но Грэйды Это Ключевой Момент В Любых Миксах Так Довар Пошел Сталкиров Еще Две Фотонки Култи Ставят 154 158 Сильно Не Остает Парабам Кстати Больше Чем Титана Даркив Больше Не Зарешает Четвертый Некус Титана Пулти Ниндзя Нычку Сделал Причем За 50 Энергии Он Изи Может Что Называется Сюда Телепорт Рабочими Сделать И вообще Все Хорошо Будет Титан Призмой Своей Там Не Летает А где Мазеркор Пулти Вот он Стоит Вообще Здесь Соответственно Да и на Колоссов Сейчас Лодки Грэйды Вообще Не Решают Опять Дарки У Титана Сидят Опять Четыре Штуки Между Прочем Здесь Три Фотонги Здесь Уже Ничего Не Сделаешь Дарками Он Здесь На Две Дроп От Здесь Армия Рядом Стоит Култи Где Мазеркор Вот Мазеркор Ну вот Нексус Готов Култи Ну Нахрена Ты Строишь Рабочих Телепорт Ни Ты Вот Вот Это Или Что Я Не Знаю Даже Сейчас У Мазеркора Столько Энергии Причем Тайм Варп Так Не Решают Раньше Можно Телепорт Нутся Вот Туда За 50 И Обратно За 50 И Все Будет Ок Есть Дарк От Култи Четыре Пробки Титанчику Срезал На Четвертом Нексусе Култи Выдвигает Сперед Боевого Лимита Култи Конечно Поменьше Ну Култи Плюс Три В плюс Два Сейчас По Грейдам Будет То Ситуация По Грейдам Неплохая Так Дестабилизаторы Мимо Ну Култи Ой Титан Как он Култи Дестабилизаторов Титану Сбливает Агрессивный Блин Вперед Имморталов Очень много Как Култи Титана Подловил Сейчас Титан Решил Что Готов Пойти В атаку Но Он Был Не Готов Это 3.0 В пользу Култи Офигеть Вот Вам И Пвп А вы Говорите Гораздо Круче Чем Раньше Было Вот Раньше Это Было Да ГГшечка Култи Попадает 3.0 С Титаном Ну Титан Ошибки Извлекет Естественно Из этих Игр Сделает Правильные Выводы Подтренится И я надеюсь Придет Играть На ГГ Года Турнир Паша Скинет Ему ссылку Там Он примет Решение Уже Играть Или Не Играть За Участие Благодарю А завтра Продолжение Такие Култи Лейзер И Блай Против Хэппи ПВЗ И ТВЗ Что Может Быть Лучше Лучше И не Придумываешь Так Выхожу Я Отсюда Уже Делаю Стоп Старт На Нейшн Ворс Ребята Верну Сейчас Без Задержки